Металлург – профессия основательна, и вопросы эти люди также задают по существу. В деловой атмосфере прошла встреча коллектива Щелковского металлургического завода с депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным. В рамках рабочего визита сотрудники завода смогли задать актуальные вопросы представителю регионального парламента. С каждым годом, когда приходишь в трудовой коллектив, уже нет такой социальной напряженности. Просто люди хотят знать планы. И вот главная задача этих встреч и посещений – информировать о том, чтобы люди знали из первоисточника. Все встречи, которые мы проводим, они проводятся прежде всего для коллектива, чтобы они были не только информированы, но и подкованы, и грамотно понимали ситуацию и в стране, и в районе, и в международной ситуации. Ну и плюс, вы видите, по тем вопросам, которые они задавали нашему областному депутату, этот вопрос связан в основном с инфраструктурой. Большинство сотрудников предприятия вместе с семьями проживают там же, где и работают, в Щелковском районе. Так, коллектив завода в первую очередь интересовался развитием социальной инфраструктуры своей малой родины. Уточнили, запланировано ли строительство школы в микрорайоне Жигалова. Здесь запланировано и деньги выделены, подчеркиваю. Если раньше были планы только, то сейчас в программе есть деньги на строительство школы на 1100 мест. В 2019 год, еще раз подчеркиваю, плане вместе с деньгами забито строительство этой школы. Одно из главных условий роста любого предприятия – транспортная доступность. Интересовались сотрудники завода развитием дорожно-транспортной схемы города Щелково. С февраля месяца начинаем строительство моста через Глязьбу, в районе улицы Фабричной, где железнодорожный мост сегодня. Проект готов, конкурсы прошли, сейчас подрядчик выходит на работу. Это очень важный элемент восточного объезда. Это первый этап, который уже в реализации. Второй планируется дальше продолжить дорогу с выходом на Хрянамское шоссе. Также депутат высоко оценил потенциал предприятия, отметив важность экономического роста для развития бюджета региона и, соответственно, социальной сферы. Вы составляете основу всего благосостояния нашего. Это не громкие слова, это действительно так. Потенциал очень даже хороший, предприятие развивается, и с каждым посещением оптимизм даже в глазах людей наблюдается. Я думаю, что и здесь будут решены вопросы развития, и выйдет предприятие на тот уровень, который хотелось бы видеть у нас в Щелково. В данный момент руководство завода рассматривает проект по производству так называемой «белой жести», необходимой для консервной пищевой промышленности. Депутат пожелал сотрудникам предприятия успехов в новых начинаниях. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».